Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о кардиограмме в автомобиле и рестайлинге дешевого хэтчбека. Компания Magna International, кажется, занимается вообще всем, что касается автомобилей. Конечно же, ее инженеры не имеют права оставаться в стране от прогресса и предлагают весьма интересные решения. Все мы знаем, что от состояния сердца в нашем организме зависит очень многое. Оно может внезапно заболеть, что может быть причиной серьезного ДТП. Снижение сердечной активности может говорить о том, что человек засыпает, тоже не лучший вариант. Magna предлагает оснащать водительские сидения кардиологическими датчиками. Именно они будут оценивать состояние человека и давать команду или системе экстренной связи, чтобы вызвать скорую, или специальной сигнализации, которая разбудит водителя. Особенно применение такой технологии пригодится тогда, когда автомобили станут полностью самостоятельными. Машина сама возьмет управление на себя, сама решит, что водителю уже можно вернуть главную роль, а при необходимости сама привезет его в больницу, например. Надо сказать, что Magna не первая, кто заботится о состоянии водителя за рулем. Одним из первых на это обратила внимание компания Nissan, которая снабдила один из своих концептов, под смешным названием Pivo 2, некоторым количеством камер. Камеры оценивали мимику водителя и положение его головы. Если компьютеру казалось, что водитель вот-вот уснет, автомобиль начинал издавать тревожные звуки. Один из японских производителей электроники пошел своим путем. В головное устройство автомобиля встроили анализатор голоса, который оценивал бодрость духа водителя по его речи. Правда, от этой идеи быстро отказались. Половина водителей молчали, слушая радио, лишь изредка комментируя происходящее. Узбекская марка Ravon решила, что пора ее самой младшей модели пройти через рестайлинг. Хэтчбек R2 со следующего модельного года будет продаваться с обновленным бампером и слегка измененной светотехникой. Внешне старую версию от новой почти не отличить, но зато рестайлинг. R2 появился на нашем рынке как самый дешевый автомобиль с автоматом, однако за последнее время он очень ощутимо подорожал. Перелицованный Chevrolet Spark стоит у нас от 469 до 539 тысяч рублей. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Редактор субтитров А.Семкин